Платон против ПСК Ну турнир таблицы, как бы все знают, что у нас отставание от них 3 очка было Так что если бы они выиграли, мы ушли бы они далеко от нас И уже догнать было бы их трудно И нам нужна была только победа Ребята, еще раз говорю, лишний раз на них настраиваться не надо Все все знают, все все понимают Оставляйте ненужные эмоции, оставляем здесь Выходим играть в футбол Выходим играть в футбол, нам надо доказывать на поле, понятно? Все, друг за другом, мы команда, надо выходить Просто умирать сегодня И помогать партнеру, помогайте друг другу И умирайте друг за друга Раз, два, три В отличие от соперника, ПСК не смог выставить на игру сильнейший состав Опытный нападающий Марат Сафин завершил свое выступление в чемпионате Сосредоточившись на тренировочном сборе с Ульяновской Волгой Кроме того, за перебор желтых карточек был дисконфицирован нападающий Ренат Саддинов В итоге зеленые не набрали даже две полноценные четверки Ограничившись тремя запасными игроками Ну у нас вот скамейка была короткая Мы начинали от обороны А против определенных лиц мы уже играли высоко в прессинг Люди без обыгрыша, вот мы их прессинговали уже Вот, ну на что сил хватило Видите, только потери концентрации Селенок не хватает, сразу нас наказывали Не прошло и двух минут С начала встречи, а тренерский штаб ПСК взял тайм-аут Команда получила право на опасный штрафной вблизи ворот соперника Правда голевая комбинация совалась Ромал Набиев пробил не точно И тут же соперник наказал за расточительность Это Игорь Ахмедшин ударом с близкого расстояния открыл счет Но через пять минут уже ПСК был впереди Это Ромал Набиев после неудачи на первых минутах оформил дубль 2-1 в пользу ПСК Платон медлил с ответом, но в итоге получилось достойно В концовке тайма сначала Сергей Ахмедшин А потом и Игорь Ахмедшин забили дважды подряд Если бы не вратарские подвиги Павла Нефедова ПСК еще до перерыва выбросил бы белый флаг А так довольно приемлемые 3-2 в пользу Платона в перерыве Смотрите, ни разу не сделали пятую Еще раз встаем Таким вот образом Оставляется Пошла передача Принял ее Это пошел забегать Блок вот этому Сюда, здесь удар Сколько бы ни рисовал атакующих с кем наставник ПСК Дмитрий Николаев Игра его команды в защите оставляла желать лучшего Потом увеличил свое преимущество первой же после отдыха атаки Это отличился Олег Морозов Гол придал уверенности команде И она реально поймала кураж Атака за атакой Опасный момент за моментом ПСК не успевал в защите и пропустил еще дважды Сначала от Агаева, который буквально расстрелял ворота соперника После очередного спасения Нефедова А потом после роздыша улового от Игоря Ахмедшина Оформившего хет-трик 6-2 за 10 минут до финального списка оказались железобетонной победой Концентрация, да, концентрация Много надо концентрации, внимание Вот, расслабились немного Подумали все Победа в кармане Для болельщиков играли Чтобы интересно было смотреть 6-2 было бы легко Платон хоть и забивал много, но и фалил достаточно В итоге перебор персонально превратился в дабл пенальти Который четко реализовал Дмитрий Салов Но даже в этот момент при счете 3-6 не верилось, что ПСК вернется в игру Но он воскрес Откуда только силы взялись, но голы ворота Платона посыпались один за другим Голевые комбинации были похожи Менялись только фамилии Галеодора в протоколе Сначала отличился капитан команды Андрей Чертов Затем удачно подставил ногу Максим Коправов И, наконец, на 48-й минуте Андрей Чертов сравнял счет На скамейке запасных Платона в этот момент творился полный хаос Единственный, кто в Платоне сохранил холодную голову оказался нападающий Игорь Ахмедшин Получив пас от брата, он улучшил момент и ударом с разворота отправил мяч под перекладину Платон снова вышел вперед 7-6 Ну как, мы с братом это наигрываем постоянно Я ПСК вроде знает эту атаку Наверное, устали, на усталость они не перебрали меня И там я уже расстреливал ворота просто Через несколько секунд после гола Ахмедшина прозвучала финальная сирена ПСК даже не успел начать с центра поля И хотя до конца чемпионата еще почти весь второй круг Очевидно, что именно этот матч станет одним из самых красивых в нынешнем сезоне Дерби было прямо наимощнейшее, на мой взгляд Надо было выигрывать Просто, опять же, фарт, удача Как всегда не на нашей стороне 5 секунд до конца игры пропускаем и проигрываем Это вообще, я не знаю, даже не знаю Это чудо, наверное, какое-то для них Наверное, поверили в победу, расслабились А команда на ворот КСК собрались Забили третий, четвертый и все, пошло у них 6-6, повезло, что в конце я забил Победили Нам, наверное, неделю не получится спать, наверное Это в голове останется до конца своей жизни Я так думаю Ну, меня так вот, я так воспринимаю Мучиться сосном в ближайшую неделю наверняка придется и футболистам Симбирска Действующий чемпион в матче против одного из ульцайдеров смены вел со счетом 3-1 Но умудрился проиграть 3-4 Справедливости ради, надо сказать, что за горожан не играли братья Рахмановы и Артем Селюков Лидер чемпионата Мобирейта обошелся без осечек И разгромил юниор со счетом 8-2 Дублями в составе победителей отметились Юрий Абдулхаков и Сергей Савичев Кристалл ожидаемо одолел Штальбург 3-1 А ОМЗ неожиданно крупно переграл контактор 6-1 Александр Романов и Тимур Бахтияров также отличились по два раза Таким образом Мобирейт увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до 8 очков Платон, благодаря сумасшедшим подвигам своего нападающего Игоря Ахмедшина Вырвался на вторую позицию, оттеснив чуть-чуть ПСКА Далее в турнировой таблице все очень плотно ОМЗ, Семьбест, Кристалл и контактор в 4-очковом диапазоне Не исключено, что по итогам следующего игрового дня они снова поменяются местами Этот 11-й тур состоится через неделю, 26 января Штальбург попробует набрать свои первые очки в матче против обескровленного Симбирска Мобирейт постарается уйти в отрыв в противостоянии с контактором А потом ждет новое испытание Кристаллом Именно в этом матче Игорь Ахмедшин должен доказать, что не зря вышел на первое место в списке бомбардиров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok